Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос. И не только этот вопрос, но еще и заголовки других вопросов, которые вы уже задавали. Ну, в принципе, проблема с женой существует уже давно, да, какое-то время. Существует проблема с женой для вас, ну, или, может быть, лучше сказать, мантус, лучше сказать, а между вами, между вами с женой существует проблема. Вот, недопонимация, недопонимация какое-то, да, там, ну, может быть, непостоянное недопонимание, конечно, но какие-то конфликты, да, какие-то проблемы есть в любом случае. Вот. И только здесь вся в том, что главное, нет, мы разомите, как о том вы говорите, так много. Главное, нет, нет, мы разомите. Здесь главное немножко другое. Здесь главное тоже, насколько вы друг друга принимаете, и принимаете. И принимаете вообще. Понимаете? Это, пожалуй, самое главное. Потому что, если вы друг друга не принимаете, у меня почему-то вот сложилось именно такое впечатление, да, что жена не принимает вас, а вы не принимаете, а вы не принимаете, то, что она сам не развивается, как вы говорите, да, и вообще, вот, вы этого не принимаете. И в итоге между вами возникает проблема. В итоге между вами возникает постоянный конфликт. У вас ожидания от нее, да, от ее поведения, какие? Вот ожидания, что она будет вас поддерживать, да, что она будет поддерживать, да, для вас что-то делать, да, что она будет разделять с вами ваши взгляды, вот. Она этого, соответственно, не делает. И с одной стороны вы испытываете сильную потребность в том, чтобы развиваться, да, учиться, постигать, постигать новое, что там, вот. Кстати, тут еще важен момент мотивации. Потом папа. Зачем? Вам это зачем? То есть. То есть вы это делаете как? Какой-то целью определенной или что? То есть вот для чего вам развить это? Это тоже такой довольно важный момент. Вот. Значит, с одной стороны выходить и развиваться на вам не дают, с другой стороны вашей жене, скажем так, невыгодно, чтобы вы развивались, потому что она будет чувствовать себя хуже вас. Ей это, очевидно, невыносимо, вот, ей это, очевидно, вообще неприятно, и она не хочет, не хочет, чтобы вы были там, ну, как-то умнее ее, там, и так далее, и так далее, и так далее. Различий. Таких вот. Сильных различий. А вы к этим различиям активно стремитесь. И у нее здесь срабатывает защитный механизм, да, она пытается защитить свой комфорт, она пытается защитить, ну, свое комфортное состояние. Комфортное состояние такое, чтобы вы не учились, не добивались, чтобы вы оставались с ней. Вот. Это нужно понять, что вашей жене невозможно тяжело понять тот факт, что вы там приметесь к чему-то, да, а она, соответственно, нет. Ей это очень тяжело признавать, вот, но в силу ряда причин, то есть, я не знаю, какие причины там, естественно, вот, но в силу ряда причин она не готова что-либо менять. Смотрюсь, и проще вас как-то сдерживать, да, и проще как-то вас удерживать от того, чтобы вы ничего не делали, да, чтобы вы не учились, чтобы вы там не добивались, вот. Вот, я и проще это, чем самой что-то делали. А момент, момент, на мой взгляд, важный момент, заключается в том, что вы ведь ее принимали, свою жену, ну, когда-то. Когда-то вы ее принимали и когда-то вы принимали ее именно вот такой, какая она есть. То есть, я не думаю, что вы здесь будете спорить, например, с тем, что она была когда-то другой. Вот, не то, чтобы я вам не поверил, я могу согласиться с этим, что она могла быть другой. Вот, но это мало вероятность, на самом деле, мало вероятность, что она была другой. Скорее всего, она была такой, такой всегда. Она вас устраивала до, поры до времени она вас устраивала. Вот, а потом устраивать, собственно говоря, перестала. И вы сейчас думаете, что это произошло как бы из-за нее. Да, то есть, вот, из-за нее вы перестали ее чувствовать, из-за нее вы перестали ее воспринимать, из-за нее вы чувствуете неудовлетворенность, вот, ну и так далее. Все это происходит, в общем, из-за нее. Сказать по правде, сказать по правде, это не так. Да, то есть, не в ней, безусловно, дело, но не в ней, безусловно, проблема. Проблема кроется немножечко в другом, в том, что ваши чувства, они изменили, они стали другими ваши чувства, и вы уже теперь по-другому воспринимаете ее, по-другому воспринимаете свою женщину, себя и так далее. Но, самое главное, это то, что вам нужно, вам необходимо, чтобы она вас поддерживала, чтобы она вам как-то там, ну я не знаю, помогала, помогала, да, и так далее. И вот толкость вся в том, на самом деле, чтобы вы постарались понять для себя, зачем вам поддержка ее? Для чего она вам? Вот именно вам поддержка зачем? То есть, понятно, понятно, что вам хочется, чтобы вас поддержали. Понятно, что вам это нужно, понятно, что вы в этом нуждаетесь, но, во-первых, что стоит за этой нуждой? Во-вторых, почему-то именно жена должна вас поддерживать, да, то есть, что делать, например, если она, ну не может, вот, ну просто вот не может, не может человек вас поддержать. Так, как вам нужно, например, и так далее, вот, что в этой ситуации, что делать, что делать, вот. Понимаете ли вы, что это ваша, как бы, проблема, что вы нуждаетесь в ее поддержке? И что ваша нужда сама по себе, она нормальна, нормальна. То есть, нуждаться в чем-то, это хорошо, это правильно, естественно, но неестественно, неестественно ждать этого от конкретного человека, который, может быть, вам даст. То, что вы хотите, а может быть, и не даст. Потому что у него возможности, как бы, ну, ограничены возможности у человека. Вот. То есть, у меня задается такое ощущение, что вы пытаетесь, вот именно что, пытаетесь учебой, да, ну, может быть, что-то компенсировать, может быть, от чего-то убежать. Может быть, может быть, что-то доказать, потому что довольно болезненно вы воспринимаете все-таки вот то, что ваша жена вас не поддерживает. Еще раз, она не должна вас поддерживать. Этот момент, надеюсь, мы с вами уловим. Уловим. Дальше. Ага. Нужно понимать, что когда вы, как бы, начинаете жить вместе, да, с, ну, с человеком другим, другим. Все. Это нормально. Меньше времени остается на себя, меньше времени остается на образование, там, на всякое такое, потому что и ребенок нуждается во внимании, да, и, значит, жена, как бы, тоже нуждается во внимании. Ну, и тут не совсем понятно, тогда, если вот все, как вы говорите, да, например, если мама, у которой есть зависимость от алкоголя, да, вот, если эта мама живет с вами, то как бы, как бы, зачем вы? И соглашались, зачем женились тогда, на что рассчитывали с женой. Тем более, что у вас это уже не первый брак, и, смотрите, получается так, что брак не первый, но он опять не очень удачный. То есть очевидно, что вы совершаете какую-то одну и ту же ошибку, да, в отношениях. То есть может быть у вас одни и те же, например, завышенные ожидания от жены, по своей естественной. Либо у вас, может быть, какие-то свои потребности, которые вы пытаетесь удовлетворить за счет своей жены, да, даже не подозревая, что ей может быть что-то неприятно или что-то еще. Может быть у вас просто мужская позиция, ну, мужская модель поведения такая, что, ну, подходит не тем женщинам, подходит. Да, то есть не тем женщинам подходит ваша модель мужского поведения, вот, и именно тех женщин, которых выбираете вы, да, может быть, именно эти женщины, ну, не оценивают вас как мужчину. Вот. Может такое быть? Вполне. Нормально ли это? Ну, в общем и целом, да, у нас это нормально. То есть нужно относиться к этому только адекватно и не понимать, что, как бы, страшного ничего. Такова реальность, из него нужно делать выводы. Ну, вот. А вот выводы вы, как мне кажется, как раз таки и не делаете. Либо делаете, но не так, как вот надо бы. Дальше. Я работаю с кутками, единственная возможность почитать и практиковать в эти рабочие смены. Ну, смотри. Вот у меня отгадывается такое ощущение, да, что вы себя помещаете в позицию такой жертвы. То есть я вынужден, говорите вы, работать сутками, да, времени у меня нет ни на что. Но, как бы, вопрос вам, так, а зачем сутками тогда работать? Понимаете? Если вы говорите, что у вас нет времени, если вы говорите, что вам это не дает заниматься делом, которое, ну, у вас есть, если так, то зачем сутками работать? Вы же сами начали работать. То есть вас ведь никто не заставлял правильно работать там. Так вы определитесь, вы это сделали, вы на работу пошли сутками. Зачем? Потому что вы хотели этого? Потому что вы считали, знали и понимали, что это важно и нужно вашей семье? Или потому что, по вашему мнению, например, не было другого выхода? И вы, как бы, были обязаны работать? А если обязаны, то кому? И если обязаны, то, опять же, вопрос тогда, знали ли вы чего-то? Скорее всего, да, скорее всего, вы знали одобрение какого-то, да, скорее всего, вы знали похвалы, поощрения. Вот. А этого не случилось, потому что ваша жена, она считает, что так и должно быть. И вы знаете, она, в общем-то, права. Так действительно должно быть. В здоровых отношениях люди не делают ничего такого, что им было бы во время. Если вы себе делаете что-то во время, то, простите, но эта проблема, опять же, ваша. И с ней нужно разбираться. То есть, вас, например, кто-то толкает действовать во вред себе. Вас это заставляет действовать во вред себе. Вас кто-то или что-то провоцирует действовать на вред себе. И согласитесь, что жена ваша здесь ни при чем, она к этому имеет весьма и весьма такое отношение. Да. А. Посредственно. Сказан. Так. Ну. И вам нужно просто-напросто для себя решить. Вы согласны с этим утверждением или нет? Если согласны, то почему? Если нет, то тоже будет. Это важно. Очень. Дальше. Так. Гнездо не разделяет моих порывов и учит английский. Но об этом я вам сказал, да? Ага. Кстати, а вы его зачем учите? Не поддерживает моих устремлений в изучении сферы сферы сетевых технологий. Говорит, что я у него старый, карьеру нужно было строить раньше и учиться тоже. Ну, ага, вы знаете, скорее всего, скорее всего, вот скорее всего, ваша жена просто не понимает. Она просто не понимает, значит, того, что вы делаете. Для нее это чуждо. Так она не может понять, действительно, зачем вы это делаете. Ну, вот, действительно, ради чего? Как бы, как бы, как бы, с какой вообще вот целью? Как это вам действительно поможет? Вот. Кстати, а в чем вам поможет? В чем должно помочь-то? Ага, вам. Вам нужна помощь? То есть, вот. А если нужна помощь, то в чем? Помощь нужна. А вы уверены, что учеба даст вам вот то, что вы хотите? Если да, то опять же, почему вы уверены в этом? Знаете, то есть у вас есть какие-то запросы, да, которые не очень очень важно, как вы реализуете. Вот именно вы. Так. Так, может быть, что вы делаете для того, чтобы адекватно их реализовать, там, и так далее. И почему-то вы ожидаете, что ваша жена будет вам поддержкой. Вот. Там более уверен приземленный человек, в том плане, что ей важны там более простые вещи. Для нее возьмут более простые вещи. Вот. Это неплохо и нехорошо. Это реальность. И вы либо эту реальность все понимаете, опять же, ее реальность. Это ее реальность. Такая. Либо вы ее принимаете, ее реальность, либо нет. Вот. И все. А то, как вы знаете, двойные стандарты получают. Я вроде бы как с тобой живу, да. Вроде бы как с тобой в отношениях, да. Но при этом тебя не принимают. А ты, наверное, меня поддерживают. Ну, с другой стороны. Несколько... Несколько... Странная ситуация. Такая позиция. Вот. Дальше. Так. Сама ничем не добивается, а должна. Друг интересов покупки на Алиэкспресс, Инстаграм, Дом2, ПТН ругаться своей мать. В которой первая стадия алкоголизма, которая живется надо. Ну, у вашей жены... У нее своя, как бы, линия поведения. Вот. И почему вы считаете, что надо развиваться? Как бы... Чтобы человеку развиваться... Нужно, чтобы у него, у человека, да, был мотив. Если мотив есть, то он будет развиваться. Он никуда не денется. А если мотива нет, о каком развитии, тогда можно вести речь. Зачем человеку развиваться тогда? Поймите еще раз. Должен быть мотив. У вас мотив есть? Хорошо. Вы молодец, что у вас есть мотив. У нее, как бы, мотива нет. И все. И вы, если свою жену, опять же, любите, да, то вы ее, наверное, постараетесь принять такой, вот. Так вы не будете пытаться ее, например, переделывать. Вы не будете пытаться ее менять. Да? Потому что это, ну, по меньшей мере, эгоистично. По отношению к ней. Если она видит в этом проблему, в том, что она, например, ругается с надцами, у которых, там, проблема, только как вот, например, если для нее эта проблема, вы можете предложить решение этой проблемы для нее. Но если для нее это не проблема, не нужно вам говорить о том, что в этом случае, в случае, если для нее это не проблема, ничего сделать нельзя. Человека устраивает. То, что есть, человеку устраивает. Ему нравится. И вы либо принимаете сам это, либо нет. Но, опять же, момент, момент здесь такой, да, что вас по какой-то причине могут это задевать. Да, то есть вам это может быть неприятно. Если так, если вам неприятно, то нужно сказать вашей жене о том, что вам неприятно. И либо она что-то поменяет, ну, себе, в своем поведении, либо нет. Опять. Но, в любом случае, это ее выбор. Вам главное сделать так, чтобы ее выбор не влиял на вас. Понимаете? Понимаете? Вот это, пожалуй, самое главное. Это самое главное, чтобы ее выбор не влиял на вас. Психическое, эмоциональное, да, и так далее. Если их влияет, вот с этим, вот с этим уже можно что-то делать. Это можно говорить, например, да, своей жене, что, прости, дорогая, но вот мне это вредит. Так-то, 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 и вот так-то. И все. А пока, все, что вы делаете, это очень здорово, напоминает, знаете, претензии. Просто такие вот претензии ваши, жениха, понимаете? Дальше. Поэтому мне не дают дома возможности продуктивно работать. Выход какой? Какой? Ну, выход это, будем вообще говоря, работа с психологом индивидуальным. Это самый лучший выход. Потому что установки, мужская модель поведения, жертвенная повиция ваша. Все это негативно сказывается не только на вашей жене и на вас, как пары. и на ваших детях. А это негативно сказывается вообще на том, какой у вас будет жизненный путь в дальнейшем. Как бы, как бы, как бы, дальше и так далее. Поэтому, об этом я рекомендую вам подумать. То есть, именно ослаблять возможность работы индивидуальной психологом. Это первое. И второе. Перестать жену принуждать к тому, что она делала и совершала те вещи, которые ей могут быть, ну, не неприятны, да. Но она не интересна. Позвольте ей действовать самой, а себе самому. Не нужно ее заставлять. Вот. И если вам это нужно, вот, если вам нужно, ну, можно подумать, для чего вам это. Вот. Можно подумать. Но это, опять же, индивидуальная работа. Вот. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог у вас. Если у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. А желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.